Добрый день дорогие друзья и гости моего канала. Вот и наступила середина ноября и в общем то я думаю большинство розового страны если не брать во внимание южной регионы уже завершила розовый сезон розочка наши укрыты впереди морозная неделя и можно быть спокойными за их сохранность впереди полгода длина зимы за этот период мы можем заняться планированием сада думать и придумывать какие-то новые розовые задумки но о чем же еще надо побеспокоиться в обязательном порядке пока не промерзла зима многие из вас уже сделали заказы в питомниках кто-то еще планирует делать заказ но подумать о том как вы будете сохранять розы когда они придут к вам весной нужно уже сейчас дело в том что розы весной к нам приходят из южных питомников приходят зачастую достаточно рано в этот период еще рано их сажать на постоянное место и стандартно у каждого разовода весной возникает проблема как сохранить заказанные саженцы об этом сегодня мы с вами и поговорим и так есть четыре возможных способа сохранения саженца пришедшего вам ранней весной но первый способ это если у вас есть неотапливаемая лоджия какое-то прохладное помещение где в этот период температура колеблется от плюс трех до плюс пяти градусов и у вас есть достаточно места чтобы хранить землю вы можете посажить посадить полученные саженцы в горшки и оставить их в холодном неотапливаемом помещении где они прекрасно дождутся времени посадки уже в открытой группе второй способ заключается в том что если количество саженца у вас небольшое вы можете пришедшие саженцы обернуть влажной газетой положить в пакет и хранить в холодильнике но здесь тоже есть свои проблемы дело в том что соскучившись за длинный зимний период по саду очень многие из нас ранней весной в садовых центрах скупают огромное количество пакетов с разными многолетниками и обычно холодильник садовода ранней весной представляет собой смесь продуктов питания и пакетов с долгожданным посадочным материалом поэтому если у вас есть такая возможность и ваши родные не будут протестовать против того что половину холодильника у вас занята розами вы можете прекрасно сохранить розы и в холодильнике но с холодильниками где есть функция ноуфрост у них достаточно сухой воздух надо периодически проверять смотреть чтобы или не сапрели ваши саженцы или наоборот не пересохли следующий способ хранения хорош тем кто живет при розах вы можете с северной стороны своего дома в течение зимы собрать очень большой сугроб и снега и пришедшие саженцы просто закопать с них прекрасный способ хранения саженцы из такого хранения выходят помолодевшими набравшими влагу тургор и этот способ просто замечательный но есть одно но в прошлом году у нас вообще практически в регионе не было снега снег может сойти очень рано и у вас саженцы останутся опять без места хранения поэтому самый удачный на мой взгляд способ хранения это так называемый прикоп и вот сейчас самое время пока земля не промыть промерзла сделать вам такой прикоп что же это такое прикоп чтобы сделать прикоп надо выбрать достаточно высокое место участка чтобы она не затапливалась не подтапливалась под таящим снегом сейчас осенью вырыть яму глубиной 30-40 сантиметров ну длиной уже сами решайте сколько у вас саженцев но с расчетом чтобы они у вас там поместились и закрыть эту яму пока пленкой и сверху каким-нибудь твердым покрытием или до досками или шифером но и не забудьте обязательном порядке поставить там какую-то меточку потому что когда выпадет снег найти бывает прикоп очень очень сложно кроме этого вы должны обязательном порядке запастись хорошей рыхлой землей но субстракта можно взять за основу магазинный субстракт и тогда весной когда придут к вам саженцы вы можете этот прикоп открыть проложить эту яму лутросилом положить в этот в эту ямку все полученные саженцы или часть положенных полученных саженцев потому что вы можете прикоп докладывать саженцы несколько раз и аккуратно засыпать их землей можно засыпать полностью и побеги и корни можно засыпать так чтобы на над поверхностью земли у вас торчало 10-15 сантиметров потом все это опять закрыть лутросилом и сверху опять положить то что у вас было положено осенью и таким образом саженцы у вас в рыхлой влажной земле сохраняются великолепно и когда вы их достанете из прикопа то вы увидите что их состояние намного лучше того которое вы получили получив посылку с посадочным материалом ну вот и все что я хотела вам сказать думайте заранее о том как вы будете хранить полученные саженцы удачных покупок хорошей зимовки всем нам всего доброго до свидания